Сом у нас на кукане. Мощная проволока, веревка удерживает нашего сома. Таким образом можно его отбуксировать потихоньку к берегу и дальше с ним уже делать все, что мы захотим. Своего рода лип-гриб, который удержит сома больших размеров. Ну а сейчас, друзья мои, я хотел бы вам показать свое новое приобретение. Кукан-захват на сома. Короткое видео об очень полезной вещи. Итак, друзья мои, вот такая конструкция, как это все выглядит. Ранее я уже заказывал себе вот такой маленький куканчик. Я его уже проверил, но мне показалось, что он маловат. Просто немножко коротковата ручка. Сам он маловат. Проволока, в принципе, довольно-таки прочная. Все нормально, но коротковат. И, конечно, хотелось бы с запасом сделать более мощный кукан-захват. И я попросил Дмитрия прислать мне. Забыл сказать. Куканы я заказываю у Дмитрия Некрасова, Димы Квок. Конечно, каждый человек, наверное, может сделать себе вот такую вещь. Но мне некогда. Я на самом деле еще тот рукожоп. Поэтому мне проще заказать такую вещь, чем смастерить ее самому. Времени нету. Ну и, повторюсь, я еще тот рукожоп. Так вот, вещь стоит не таких уж больших денег, но она очень полезная. Кому интересно, берите на вооружение, делайте сами или заказывайте у Дмитрия. Как он работает? Мы всегда сталкиваемся с тем моментом, когда подводим сама к лодке и не знаем, что делать. Хватаемся за богорики, хватаемся за подсачники, за что мы только не хватаемся. Даже некоторые за липгрипп умудряются схватиться. Друзья мои, крупного сама липгриппом брать нельзя. Он вам просто вывернет руку. Сломает липгрипп, вывернет руку и уйдет. Последствия могут быть плачевными, в зависимости в какой ситуации все это дело происходит. Богориком бить сама, ну, конечно, это, как говорится, слабого каждый может обидеть. Сама бить богориком, ну, я считаю это негуманным. Конечно, если мы его точно заберем, конечно, нам если есть нечего. Ну, и вообще это просто негуманно бить сама богориком. Хотя это принято у многих, и многие именно так и делают. В подсачник не в каждый залезет здоровый сом. У меня лично в подсачник влазит до 30, где-то 35-30 килограмм сомы. Опять же, в зависимости, насколько они упитаны. Ну, и поместив такого сома в подсак, мы рискуем сломать наш подсачник. Поэтому в таких ситуациях, когда мы подводим сома уже к лодке, мы порой не знаем, что делать. Но к этому надо быть всегда готовым. Всегда надо быть готовым, что делать дальше. Поклевка – это одно. Поймать сома – это одно. А завести его в лодку, окончательно поймать его – это совсем другое. Здесь очень опасно. Могут быть разные казусы. Тройники могут впиться вам в руку. Сом может обракинуть лодку. Доходило дело до того, что сом даже умудрялся человека утаскивать с собой. Все зависит от того, на каком плавсредстве вы находитесь, в каком состоянии вы находитесь и какого сома вы поймали. Ловля сома – очень опасное и ответственное дело. Так вот, вот такая вещь, она просто необходима. Я к ней давно шел и я, как говорится, пришел. Как же она работает? Вот такой кукан-захват. Система простая. Веревка на конце петля. Мы можем зацепить ее за лодку где-то. Веревка длиной может быть разная. И вот такая система. Представим, что вот это у нас губа сама. Мы чуть-чуть разжимаем совсем наш кукан, чтобы только вот в эти, как говорится, губки зашла губа сама. Разжали и протолкнули. Все, сом на кукане. Еще раз. Вот губа сама. Скажем, вот, удовольствием, палец будет губой сама. Подвели, защелкнули, все. Сом на кукане. Очень удобная и полезная вещь. Друзья мои, берите на вооружение. Кто может сделать сам, делаем сами. Кто не может сделать по каким-либо причинам, заказываем у Дмитрия Некрасова. Ссылку на куканы дам внизу. Но, когда будете заказывать, просите большой размер. У него есть маленькие и есть большие. Большой размер мне очень понравился. И я думаю, что он будет намного полезнее, чем маленький. Все, друзья мои, на этом все. Это было короткое видео о кукане захвате. Кукан захват на сама.